Волнение перед экзаменами, первая любовь, отношения с родителями и сверстниками, социальные сети и интернет. Эти темы обсудили сегодня школьники, учителя, психологи и российские знаменитости в ходе Всероссийского телемоста в поддержку детского телефона доверия. Телемост объединил множество городов страны, в том числе и Якутск. Тему продолжит Марьяна Кутыкова. Второй по счёту телемост «Доверяем вместе» проводится в рамках пропаганды детского телефона доверия, который был создан в 2010 году фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Якутский телемост транслировался в первый раз. Участников нового эфира смогли увидеть не только в Якутске, но и в районах республики. В основном тут 32-я школа, и будут участвовать не приглашенные именно гости, а те, которые услышали слух, ну как бы рекламу. Ну и помимо нас, в нашем регионе, в городе Якутск, в нашем регионе, то есть в нашей республике, к этому мероприятию задействованы образовательные учреждения различных, ну разных районов. Министерство образования и науки тоже содействует и проводятся в школах города Якутска и в пригородных школах. Рассказывали в школе о телефоне доверия, но я так сильно о нем не заинтересовала. А сейчас вот я, да, понял. Наблюдаешь за своими друзьями, да, допустим, какие у них проблемы, еще у подростков нынешних. Ну, я не знаю. Некоторые прогуливают уроки, что-то все время ругаются с учителями, что-то огрызаются на родителей, на старших. Ну, есть, наверное, проблемы. Много есть таких социальных сетей, и игр, например, как «Синий кит», он очень вреден для общества, и люди на этом подвешиваются и могут погибать. На таких мероприятиях, когда слушают взрослых, друг друга слушают, вот такие вот игры проходят, ну, раскрываются, начинают говорить о том, о чем могли не говорить, допустим. Ну, и вообще, телефон доверия, он нужен. Возможно, со своим родителем или даже со мной, как классный руководитель, с учителями, они о чем-то не будут говорить, а по телефону доверия они смогут позвонить, в принципе, да, и анонимно рассказать о своей проблеме. В сегодняшнем прямом эфире приняли участие более 30 школьников. По итогам телемоста ребята получили не только общение и новые знания, но и подарки в виде сладостей и буклетов с номером детского телефона доверия, куда ребята могут позвонить с любой точки страны. Марьяна Кутукова, Евгений Логинов, НВК Саха, Якутск.